Анастасия Кубышкина уже с первого класса вела активную школьную жизнь. Ни минуты не могла усидеть на месте. По словам ее мамы, Любови, она принимала участие практически во всех конкурсах и олимпиадах. Причем не только на городском уровне, но и на республиканском и даже международном. У нас достаточно много наград. Портфолио мы заняли первое место на премию главы Чистопольского района в прошлом году. Я рада, что у меня такая дочка, что она оправдала те надежды, которые я на нее возлагала. Очень горжусь. Последняя победа Анастасии в 7-й региональной научной конференции учащихся 8-11 классов принесла ей даже больше, чем она ожидала. Нашу героиню номинировали на премию президента Российской Федерации Владимира Путина, который присуждается в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Она учреждена Министерством образования и науки России для поддержки талантливой молодежи. Для этой высокой номинации Анастасия Кубышкина добавочно отправила в Министерство образования и науки Татарстана свое достаточно объемное портфолио с достижениями за последние три года. Туда вошли звания победителя научно-практической конференции «Рождественские чтения», призер Всероссийской Олимпиады школьников по русскому языку «Высшая проба», призер Всероссийской Олимпиады школьников по математике и физике Казанского государственного энергетического университета, финалист Олимпиады для абитуриентов Евразийского открытого института города Перм, призер муниципального творческого конкурса «Ученик года-2014» и многие другие. По словам преподавателя и по совместительству куратора девушки Елены Шиловой, у Анастасии Кубышкиной, как и у многих других выдающихся личностей, такие высокие результаты появились не сразу. Мы с ней очень много занимались, не всегда везло, какие-то были промахи, первые, например, участия в конференциях не были так результативны, как потом. Но если человек упорно добивается своей цели, он всегда достигает того, чего он хочет. Она стремится совершенствоваться, я считаю, что это самое значимое. Когда человек не останавливается на достигнутом, она всегда ставила цель, она шла к этим целям, и я с нее безумно рада. Все, кто знаком с этой девушкой, с уверенностью могут сказать, что она разносторонняя личность. Ведь Анастасия добивается успехов во многих сферах деятельности, будь то наука или творчество. Сегодня первая гимназия передала свою гордость уже Казанскому государственному энергетическому институту. Анастасия поступила на факультет электроэнергетики, электромеханики, менеджмента в управлении. И благодаря своим заслугам теперь получает повышенную стипендию. Счастье, когда учитель достается такие ученики. Ведь учитель хорош только тогда, когда его дети достигают каких-то результатов. И это не учителям, это не детям везет с учителями, а учителям везет с детьми.